Прокидываясь ото сна, к чему-то прислушивалась, вздыхала или плакала в подушку. И вдруг среди ночи кто-то постучал в леденелый оконце. И голос благостный, благостный. Михайло голос соскочил из лежанки до коконцу. Ты ли здесь, Михайло? Я благостный. Господи. И не вздув огня, в одной рубашке выскочила в сене. Вынула перекладину из скоб и босая на улицу. Лунная тишь и мороз к тому же. Серебряными блёсками играет девственный белый снег. Михайло будто испугался, попятился, а вместе с ним, храпя, закусывая железные удила, появился дымчато-белый гривастый жеребец. Михайло в шубе, в пимах и в шапке-сибирке с опущенными ушами. Не признала даже, до того переменился мужик. Ты ли Михайло? Я благостная. Не зрить мне тебя, прости, Господи. В избу иди, в избу. Не вздувай огня, Христом Богом прошу, проговорил Михайло чужим хрипким голосом. Иди же, иди. А у самой голос срывается и босые ноги прихватывает на снегу. Лунная сковорода светится, а не греет жеребец снег. Гребет копытами за седлом в тараках, какая-то кладь, стянутая веревкой. Переступив порог, Михайло опять напомнил, чтоб Ефимия не вздувала огня. Да что с тобой поделалось, Михайло? Извелась я, ожидаючи тебя. Сколь время прошло-то? На неделе Рождество, а тебя все нет. Мог сгинуть, да сдюжил. Без бороды возвернулся вот, и в голове волосов нету-ка, срамота, исчадие. И в самом деле, Михайло без бороды, где ж ты был? В Тобольске, благостное. Урок дал себе. Изничтожить брыластого Борова, а лежевым доставить в общину, досудный спрос учинить изменщику треклятому. Иисусе Христе, и это говорит Михайло, робкий и тихий мужик. Как же ты урок такой загадал себе, мысли молит. И голубь на ястреба кидается, благостная, коль к тому час подойдет, ответил Михайло, переминаясь у порога. В ту же ночь, как ты мне поучение сделала про брыластого, у меня будто земля ушла из-под ног. Вот, думаю, где же он Иисус Христос Спаситель, когда по земле ходит брыластый Боров калистрат и молитву ему возносит. И порешил тогда не жить алгемею, а ли мне пусть будет смерть, а ли изменщику, через которого братья мои цепями гремят на каторге. Если бы я знал и не говорил тогда в тот вечер, по что не говорил бы, через меня на смерть-то пошел. Не через тебя, благостная, а от своей души. Места себе не находил, сколько единоверцев загубил брыластый, умом рехнуться можно. Один ли он брыластый под царем проживает, сколько их ходит с шашками да с ружьями, и стражники, и казаки, и губернатор, с жандармами и чиновниками. Да мало ли их кровопивцев, одного брыластого убьешь, десять других будет. Спокон веку так, Михайло. Кабы всю крепость порушить, с царем, с алгемеями, со жандармами и помещиками, да чтоб сам народ власть вершил, тогда бы и вольная воля настала на всей Руси от моря до моря. И помолчав спросила, где же ты таился, в Тобольске, у единоверца в Орламе Перфилча. Он и шо хлебом с солью почивал, когда расправа шла, помнишь? Старой веры держится хаша и проживает при городе. Косторез знатный, из поморья так же, как и мы. У него проживал и в болезни мучился, черная оспа повалила. Мрут в Тобольске от оспы, кожинный день гробы тащат, да воплем исходят. И меня скрутила. И всю семью в Орламе Перфилча. Дочка у него померла, и старуха. И я чуть не помер, Господи, прости. Из-за меня сгинуть можешь. Что ты, благостная, это Господь на Тобольск мор наслал. А ты на себя вину берешь. Вы не ты, и я бы помер. Одной тебе молился истинный Бог, как вроде ты святая. Не говори так, не говори, испугался Ефимий. Истинную правду глаголю. Вот, думаю, ежели благостная святое речень вела, минует меня черная смерть. И стало так, минула. А дохтура те окаянные, того и не ведают. Бороды стригут, да головы оболванивают. И все лекарства, иуды. За бороду я бы им башку оторвал. Вырастет, борода-то вырастет. Слава Богу, сам живой вернулся. Кнопатый я-то переча, а бразин-то сам не зрил бы. Оспинка, божья щедренка, аль не знаешь. Прививная оспа, анти-вопечатка. Да неправда-то, ох, неправда. От черной оспы да от холеры молитвами не спасешься. Не дай-то Бог. Не дай Бог, ответно вздохнул Михайло и вдруг горестно промолвил. Жить мне-то переча, вековечным вдовцом. По что так? Доля такая выпала. За Конопатого разве приворотная? Перестарка пойдет, аль какая порченная. К чему-то мне. Один буду мыкаться, да сам с собой аукаться. Ефимия подошла ближе, Михайло уперся спиной в стену. Не зри меня, не зри, хворь-то и к тебе пристанет. Не боюсь я ни хвори, ни смерти, Михайлушка. Через огонь и смолу кипучую прошла. Мне ли убояться оспы? Дай обниму тебя, мученик праведный. Погоди, погоди, благостная. При свете или при солнце плеваться будешь. Легче умереть, чем это и пережить. Не в лице красота-то, а в душе Михайло. Много я претерпела в жизни за двадцать-то пять годов. Акабы ты не возвернулся к Рождеству, ушла бы из общины. До каторги дошла бы к единоверцам, и чем могла, помогла бы им. У Михайла жар по телу и в пот кинула. Схватил бы Ефимий и обнял, да робость мешает. Спросить хочу, брыластво откуда деть? Может, на моленье поднять всех, чтобы поглядели на Иуду мертвого? Да проклятие наложили. До Ефимии не дошло. Брыластво? Какого брыластва? До калистрата Иуду, мертвый только. В тараках привязан. Иисусе Христе перепугалась Ефимия. Три лет, Михайлушка, как ты осилил его? Тебе молился, говорю. И силы у меня, будь-то, прибавилось. С тремя выбрыластами совладал. Господи, как же ты, а? Неделю караулил Алгемея. Иуда, запершись, сидел дома, черный оспа боялся сатана. На молебстве в собор явится и скорее домой едет на санках. Выезд как у архиерея. Сказывать золотую цепь от Филаретова креста продал в казну, а крест архиерею ублаготворил паскудник. И в милость вошел. Проживал в доме при ограде самого архиерея. Филч булаву удружил. Конь не сдюжит удара. Иисусе Христе, Михайлушка, прости меня, что тогда посмеялась, да робостью и тихостью укоряла. За тот урок в ноги поклонюсь тебе, благостная, как будто на свет в другой раз народился. Робким да тихим не проживешь, должно Алгемея сожрут. И кости на зубах перемелют, так же. Михайлушка, Михайлушка, как с брыластым быть, скажи. Ефимия догадалась. Искать будут в Тобольске калистрата калиту, и чего доброго явятся в общину. Если созвать всех единоверцев на моленья, а вдруг потом кто-нибудь проговорится, и Михайле тогда вечная каторга. Подумать надо, подумать. Ларивон и так спрашивал, как отвечать Становому, если спрос учинит в селе в общине. Как же быть-то, Господи, нельзя всех созывать на моленья. Назовут тебя, и каторга будет. Как же быть-то, а? Чую, беда будет. Лучше бы ты его там бросил. Пусть бы искали убивца в Тобольске. Ах, Михайлушка, что ты наделал? На себя черных коршунов накликиваешь. Кто видел тебя, когда ты возвернулся в займище? Никто не зрил. Дай бы Бог, если бы никто не зрил. И как бы в ответ кто-то постучал в оконце. Ефимия подошла, прильнув к стеклу, присмотрелась, окликнула и услышала в ответ голос Ларивона. Ты, Ларивон, я возле избы у тебя с Соловой привязан. Михайло приехал или как? Иди в избу скорее, дело есть. Кому другому нельзя, а Ларивону, можно сказать, прокладь навьюченную на Солового жеребца. Ларивон открыл дверь в избу и, не переступив порог, заговорил с оглядкой. Чего тут, альбеда какая? Зайди в избу, Михайло возвернулся. Поговорить надо. Пошло огонь не вздули. Поговорим без огня. И когда Ларивон вошел в избу, оглянувшись на Михайло Юскова, Ефимия спросила. Скажи, Ларивон, если бы в общину Калистрат заявился, живой или мертвый, как бы ты его встретил, Алгемея? Иисус Христе испугался Ларивон. Говори. Огнем пламенем сжег Байуду. Через него погибель пришла, и вся община сгинула. Тогда сверши волю свою. Михайло вон привез Калистрата мертвого. А ты убери паскудное тело с земли, чтоб следов не было для станового со стражниками, когда они приедут в общину искать брыластого. И чтоб тихо было, слышишь, не поднимай всю общину. Царские собаки спрос учинят. А вдруг кто скажет, да назовет тебя? И тогда будут цепи и каторга. Ларивон не сразу сообразил, что от него требует Ефимия. Но когда Ефимия еще раз сказала, что Калистрат теперь мертвый, и тело его навьючено на Солового, обрадовался. Слава Иисусе совершилась. А я-то думал, куда уехал Михайло? Оно вот как обернулось век, буду помнить Михайло. И в молениях благости сподобишься, якобы праведней. Огнем пламенем сожгу треклятого собаку, и пепел выше ими утоплю. Ларивон так и сделал. Разбудил крепчайших старцев-филаретовцев и сына Луку. Утащили труп Калистрата к часовеньке, совершили молебствие. И кинув труп на березовые дрова, сожгли. А пепел собрали в мешок, положили туда камней, и утопили мешок в проруби. Так и остались недописанными откровения Калистрата калиты Варфоломеича Вознесенского о раскольниках-филаретовцах. Ефимия не ошиблась. Недели не минуло после возвращения Михайлы, как в общину явились стражники со становым приставом, а вместе с ними исправник из Тобольска с дотошным Евстигнеем Миночем из верхней земской расправы. Допытывались так и эдак. Не отлучался ли кто из общины за две недели до Рождества? Не грозился ли кто из филаретовцев убить Калистрата калиту? Пересчитали мужиков, все и оказались на месте. И все-таки Евстигней Миноч уверял исправника, что загадочное исчезновение первосвященника собора Калиты Вознесенского не иначе, как злодейское убийство, совершенное кем-то из раскольников. В кандалы бы их всех, да на Камчатку. За общиною установили гласный надзор. В двух избушках поселился урядник с пятью стражниками. Мало того, по первой оттепели в общину пожаловал помощник губернатора и объявил высочайшую милость царя-батюшки, всех раскольников, укрывавших беглых катаржан, водворить под стражей со всем их движимым и недвижимым имуществом на вечное поселение в Енисейскую губернию, в место, указанное губернатором. Тем из еретиков, которые отрекутся от раскольничества и примут православие, разрешалось получить вид на жительство и поселиться в любом месте Сибири без выезда на Урал, если на то не будет позволения власти. По высочайшему повелению. Общинники притихли и опечалились. Куда денешься? Вот она, какая наша вольная волюшка. Как там случилось, никто не знает, кроме Ефимии. Михайло Юсков вдруг явился на поклон к помощнику губернатора и попросил дозволение принять православие, и в тот же день уехал со стражником на одной телеге в город Ишим. Роптали общинники, плевались, но не тронули отступника. Вернулся Михайло из Ишима не в становище Юсковых к отцу Данили, а к Ефимии, и через неделю сама Ефимия отбила поясной поклон общинникам. Прощевайте, мол. Не поминайте лихом. Ни я порушила клятву. Крепость царская да жандармская расторгла узы содружества нашего. Михайло навьючил все свое имущество и скарп Ефимии на четыре телеги, прихватил двух коров и солового жеребца, кроме пяти лошадей, и они уехали искать себе место. Вскоре по весенней распутице раскольников погнали в Енисейскую губернию. В Заобье началась невиданная тайга, плотная, густо замешанная, непролазная. Лили дожди. До конца второй половины апреля ни единого просвета в небе. Лошади по брюху вязли в грязище. Все шли пешком, даже старики и старухи изнемогали, падали от усталости, но не роптали на судьбу. Шли, шли, шли. Впереди гнали гурт коров, телят, жеребых кобылиц, молодняк и сотни три овец, закупленных у кочевников при Ишиме. Каждая семья держалась теперь своего неписанного устава, везла свой скарб. Коров и лошадей давно разделили, а кое-кто из состоятельных общинников прикупил животину у кочевников, особенно в том преуспели Юсковы и Валявины. Община распалась. Возле города Ачинска, оттесненные сражниками за чулым реку, раскольники передохнули недели две, покуда уездное начальство не получило указания губернатора, в какое место гнать еретиков. Енисейский губернатор ткнул перстом в карту, верховье Енисея на реке Тубе кустью омыло, в глушь, в тайгу под надзор казачьего Каратуза. Чего лучше, каторжные места рядышком рукой подать. А Тачинска, той же непролазной тайгой, раскольников погнали в сторону Енисея. Шли и ехали много дней, покуда не уткнулись в кремнистые берега. На правобережье возвышались угрюмые скалы, омываемые устьем Тубы. Вода в Енисеи ревучая студеная, берега сумрачные и лохматые. Матушки свет, не Волга, а чать, а воды-то сколь гони. Кто бы ведал, братья, что есть на свете такая река, как Енисей Сибирский. Долго переправлялись на правый берег, на счаленных лодках, потом передохнули и подались дальше левобережьем быстротечной Тубы. В три дня дошли до богатого хлебосольного села Курагина и тогда уже отправились ходоки с Ларевоном искать в тайге единоверцев, которых еще старец Филарет посылал облюбовывать место. Не отыскали единоверцев, у кого не спрашивали ни слухом, ни духом. Куда же они делись, одиннадцать мужиков? Говорили же Макей с Пасхой брюхом, что они отыскали поселение в предгорной глухомане по Омылу. А где оно, то поселение ищи. Мыкался Ларевон с тремя мужиками из деревни в деревню и ни с чем вернулся в Курагина. А тут становой пристав насел. Убирайтесь из православной волости, чтоб духу вашего не было. Далеко не ушли от Курагина, уткнулись в такую нехоженность. Пальца не просунешь. Валежник, гниль всякая, хвойный лес под самое небо, а кругом звери, сахаты и моралы, медведи, рыси, а белок несчетное множество. Благо, зверь в вешнюю пору не лют. Встретится медведь, аль сахатый и в сторону. На высокой горе Ларивон с мужиками наткнулись на избушечку одичалого человека, похожего на татарина, заросшего волосами, одетого в звериные шкуры. Думали, не лишак ли. Одичалый бормотал что-то зверовато, поглядывая на нежданных гостей, тыча в сторону речушки у подножья горы, он часто повторял «Молтат, молтат». Поодаль, в зарослях плотного пихточа и ельника, бурлил, в вешнем разливе омыл. С горы виднелась тайга на сотню верст, у подножия заприметили чистое место. Эка и елань белая, восхитился Ларивон. Тут и жить будем, братья. Гору прозвали Татар-горою, поселение окрестили Белой Еланью, лесные прогалины вспахали с охами и засеяли на первый раз ячменем. День и ночь стучали топоры, валили столетние кедры, лиственницы, пихты и сосны, свозили их волоком к облюбованному месту, строили дома на веки вечные. Ларивон ставил дом сыновьям возле поймы, молтата, на пригорке. Как и наказывал Макей, дом строили пятистенной, смоленной горницей, со светелкой, с большой передней. Три года прилаживали бревно к бревну и вышел дом на славу. Шли годы, тайга отступала, все дальше. Корни и листья Сказание второе Эпиграф А еще сказать ли тебе старец повесть, Блазновато кажется, да было так. Житие Протопопа, Аввакума им самим написанное. Вольный свет на волю да. Зависть первая. Горы и тучи, и лес дремучий, на ногах цепи и на руках цепи. От двух цепей еще одна в два оршина длины, к тачке замком примкнута. Ключ от замка у надзирателя, каторга. От темна и до темна колодники с бритыми лбами гоняют тачки от шурфа до бутары. Золотоносную породу возят и в дождь, и в зной, и в осеннюю слякоть, и в крещенские морозы, и за дня в день, и с года в год звенят, и звенят днем и ночью цепи. До колодники обвыклись, не слышат звона, одна думка, порвать бы цепи, добежать. Один из колодников, вечный каторжник, трижды клейменный за побеги, давно забывший собственное имя, прихватив с собой напильник, бежал в горы. Немилостивая тайга сомкнулась хвойным обручем, дух занялся, куда уйти, где найти пристанище, чтобы не угодить в руки стражников и сибирских казаков. Стальной напильник одолел железные заклепки на браслетах кандалов, и беглый каторжник осенил себя ладонью, нитроеперстием, давно так не молился, и будто легче стало. Долго шел старик хмурой тайгою, сам не ведая, куда, питался незрелыми ягодами и кореньями, ночи коротал под елями у огня, благо серные спички прихватил. И чем дальше, тем выше горы под самые поднебесья, так он подступил к Белогорью и горько заплакал, не одолеть гольцов с нетающими льдами, и знал, за гольцами вольная монгольская земля, близок локоть, да не укусишь. Потащился вниз по неведомой реке, отощал нещадно и выбившись из сил подошел к белой елани. Как затравленный волк глядел на деревню издали, боясь подступиться ближе. На пойменных лугах в прозрачной струистости летнего воздуха мужики косили траву. Возле речки в тени ракитовых кустов фыркали лошади, и там же устроен был стан. Виднелись телеги, холщовый полок на кольях, и курился синий медленно тающий дымок. Беглец подкрался к телегам и, как того не ждал, наткнулся на бабу с грудным ребенком. Вытаращив глаза на лысого севобородого оборванца, баба дико взвизгнула, не в силах подняться на ноги и бежать, до того перепугалась. Босоногий старик в рваных арестантских штанах, зверовато оглянувшись, приблизился, хлебца бы мне, Христа ради, едную корочку, суси Христе, суси Христе, лопотала баба, прижимая к груди младенца. Старик опустился на колени и перекрестился ладонью. Ради Христа, повторил он, облизнув, заветренные губы и не спуская глаз с бабой, сжалься над немощью, старик срамно вырвался и кинулся в заросли чернолесья к речке. К бабе подбежали мужики и тут услышали, как явился неведомо откуда лишак, глазастый, лысый, в рваных штанах, с его бородой и чуть было не сожрал бабу вместе с младенцем. Мужики бросились на поиски и одному из них удалось увидеть на прогалине между лесом страшного человека, по всем приметам беглый с каторги, с какой только, с Ольховской или Никольской, а может с медного завода, что возле Минусинска. «Изловить надо каторгу, награда будет», сказал кто-то из мужиков, и все кинулись ловить беглеца, но тот сумел скрыться. Вскоре вся белая елань знала, что возле деревни прячется беглый каторжник, местный урядник поднял всех на ноги, с ружьями, с топорами, с собаками кинулись напойменные сенокосы, сторожили трактовые дороги, но не сыскали каторжника. Голод не тетка. Таясь в пойме Малтата, белобородый беглец заприметил на карнизе окраинного дома скрутки звериного мяса, вывешенного для завяливания на солнышке. Дело было на Ильин день, почитаемый в Белой Елане как престольный праздник. Вечером беглец добрался до охотничьей снеди, да не ушел далеко. Хозяин дома, Ларивон Филареточ, костлявый, жилистый старик в крашеной пасконе, в чирках, лобастый и горбоносый, как поршун, увидел в окошко Маленной горницы, как нездешний оборванец, прятал за пазуху скрутки сахатины. Господи, помилуй, каторжник одначе, затрясся от злобы старик и заорал. Лука, Лука, варнак-то каторга окаянная, с нетя поскудил, сахатину с карниза снял. Лука влетел в горницу и сопя прильнул к стеклу. И где батюшка? Э, вон промеж кустов-то, изловить бы треклятого да самосудом, чтоб навеки вечный. Закатные лучи упали на рыжую бородищу Луки, и она вспыхнула зловещим пламенем. В передней избе, где можно на тройке развернуться, за большим столом трапезничали домочадцы двенадцать душ, двое женатых сыновей Луки Ларивоныча с женами и ребятишками, меньшой сын Андрей, бровастый, поджарый парень, еще не успевший отпустить огненную бороду, и престарелая щербатая марфа и сохшая желтая, как сосновая стружка, кормящая малых правнуков, двух льняноголовых девчонок и двух прожорливых мальчишек, еле страшку и прошку. Большак семьи Лука поднял всех на ноги, живо мне, а ты, Веденей, возьми ружье, а ты, Микита, Рогатину, собаками травить будем, урядник сказывал, награда будет, хозь живого, хозь мертвого. Вскоре из разных ворот Боровиковской усадьбы вылетели лохматые собаки, медвежатники, вечно голодные, подтащалые, готовые разорвать не только чужого, но и своего, только бы их науськали. На взгоре перед тем, как бежать в пойму, Лука успел крикнуть старшему сыну Веденею, гляди здесь, да никого не пущай в пойму, сами травить будем, не пущу, батюшка, потряс дробовиком Веденей. Из поймы доносилось ату, ату, ату. Натасканные на зверя собаки никак не могли взять след человека, и, носясь, как очумелые между кустов боярышника и черемухи, напали на гулящую тёлку с колокольчиком на шее, и не успела-то вздуть хвост трубой и убежать, как собаки сбили её с ног, и разорвали бы, да подоспел, Микита с рогатиной. Одну собаку огрел по голове, другую пхнул под брюхо, и тут раздался голос Лариона Филареточа. «Здесь, а, здесь, а, Лука, Лука, Пестря, Черня, Белка, ату, ату, Микита, Лука!» Собаки понеслись на голос старика, а вслед за ними Микита, бухающий сапожищами. Каторжник прятался в кустах черёмушника. Что-то говорил, умоляясь в оборудового старика, да Ларион Филареточ не слушал, притопывая ногами наусь ковал, ату, Черня, ату, Пестря, орвите анчи Христа, ату, ату. Черный кобель, как смерть, прыгнул в кусты и вцепился в бродягу, клочья полетели. А из кустов умоляющий хрип, люди, люди, братцы, помилосердствуйте, не анчи Христья, братцы, за напраслену век мытарюсь, люди, помилосердствуйте, куда уж тут до милосердия, коль за поимку каторжника живого или мёртвого награду дают. Микита намеревался проткнуть бродягу рогатиной и до старик удержал. Пущай собаки, так и сподобнее, чтоб без смертоубийства, без греха, а что? Тощая беломордая белка, заливаясь лаем, кружилась возле куста. Лука схватил белку и кинул её в кусты, ату, ату. Слышалось стонущее трудное хриплое, братцы, спасите, братцы. А милосердные братцы, уминая траву возле куста, в три глотки травили собак. Не помня себя, жёстко искусанный собаками в жалких окровавленных лоскутьях вместо штанов. Бродяга выдрался из кустов и из последних сил ударился в сторону дома Боровиковых. Собаки не отставали, рвали ноги остатки одежды. Неистовый черня взлетел несчастному на спину и вцепился в загривок. Вопль, вопль и стон. Ату, ату, ату. С горы в пойму бежали мужики и бабы. Боровиковые ворнака собаками травят. От Боровиковых не уйдёт, небось. Лука орал, чтобы никто не подходил к каторге. Мы изловили ворюгу. Жилистая бабка Марфа, стоя возле окна в горнице, молилась Иисусу, чтобы он смилостивился и помог собакам и своим мужикам одолеть ворнака. Спасите, братцы! Поднял окровавленные руки каторжник, упираясь спиною в горы и отпихивая собак ногами. Али вы анчихристы? Али на вас креста нету? Повалить бы да связать, сказал Микита. По башке его, по башке дюбни! Крикнул Лука Ларивоныч. Затравленный пронзительно уставился на луку и вдруг проговорил. Ларивон, а! Борода-то! Ларивон, а! И тут же Микита стукнул его рогатиной по лысому черепу. Обмякшее тело каторжника медленно осело у горы. Собак оттащили, веденей гнал прочь пришлых мужиков и баб, но никто не уходил. Меньшой Андрюха, глядя на страшное, обезображенное тело, быстро и часто крестился «Спаси Христе! Спаси Христе!» Упираюсь локтями в землю, несчастный поднял голову и дико, глядя на всех, прерывисто бормотал «Убивцы, убивцы, треклятые!» Ларивон, сообщиною «Убивцы, исчадия сатаны!» Ларивон, а! Ларивон! До кольцов дошел, тридцать годов цепи таскал за напраслем, одиннадцать днев по тайге мытарился, звери миловали, треклятые, и, обессилев, ткнулся лицом в землю, притих, подумали, скончался. Бабы испуганно попятились, но вот он опять поднял голову и, медленно подтягивая руки, покачиваясь, привстал на колени и тут же свалился на бок. Долго лежал так, недвижимый и ужасный, хлюпая открытым ртом, потом потянулся, упираясь лысым затылком в крапивный куст. Успокоился мученик, сказал кто-то со стороны. Сахатый и то не сдюжил бы, и горло порвали, и брюхо располоснули. Ладонью молился на покосе валявиных, когда к Наталье со младенцем подошел, корочку хлеба просил. Так же, так же. Лука ухватился за рыжую лопату бороды и глянул на всех. Чего не дали корочку, а? Чего? Старец Ларивон не слушал и никого не видел, а Савела, уставившись на покойника. Отчего он варнак, сына Луку, назвал Ларивоном? Кто он? Про какую общину говорил бродяга? Откуда он знает общину, которой вот уже 30 годов как нету? И ладонью, говорят, молился. Не правоверец ли? Кто же он, кто? И тут только вспомнил, как давным-давно оглаголенные бреластым боровым калистратом пятьдесят душ единоверцев угодили на вечную каторгу. Погнулся Ларивон и шаркой-чириками поплелся домой. Закрылся в моленной горнице и упал на колени в сеношную молитву стоять, грехи замаливать. Тело каторжника без сожаления предали земле тут же, где лежал. Креста не поставили, а вбили в могилу тополевый кол, чтобы другим ворюгам было не повадно, не воруй, не тяни лапы к чужому добру. За убийство каторжника никто не преследовал. Туда ему и дорога, сказал потом урядник. В цепях не издох, собаки разорвали. Одна статья смерть. На неделе приехала в Белую Елань Ефимия Аввакумовна Юскова. Наслышался Ларивон Филареточ про богатство Михаила Юскова, знал, что у Ефимии родилось двое сынов и три дочери, и что сама Ефимия будто худо жила с Михаилом Даниловичем. И ссорились, и от веры отреклась, и в мир уходила искать правды, но ни разу глаз не казала в Белой Елане у родственников Юскова. Под вечер как-то выглянув в окно из моленной, Ларивон увидел женщину в черном возле свежей могилы каторжника. Господи, сама Ефимия! Долго молилась Ефимия, стоя на коленях возле могилы, потом поднялась, поглядела снизу вверх на окна дома Боровиковых и, придерживая рукой черный платок, пошла в гору. Ларивон Филареточ слышал, как хлопнула калитка и опустился на лавку. В ограде сполошились собаки, кто-то выскочил из избы. Просковья, Никиты, наверное, Лука Ларивоныч со своими сыновьями, с бабой Катериной и со снохой Натальей на сенокосе стога мечут. Старуха Марфа ушла в староверческий кижарт на богомолье, а Просковьюшка с малыми ребятами водится. Собаки-то у вас лютые, раздается голос Ефимия Аллакумовны. Ларивон-то Филареточ дома? Дома, дома, ответила Просковьюшка. Позвать батюшку? Ларивон Филареточ сам вошел в избу. Рабел старик, встретившись с такими знакомыми и непонятными полными земной тяжести черными глазами гостей, смертный страх перед неизбежным. Нет, он ее не забыл, еретичку Ефимию. Не ее вот этих глубоких и вечно скрытых глаз, перед которыми опускал голову батюшка Филарет. Не ее непреклонной и неподкупной гордости, так что и апостолы Филаретовые рабели перед ней, хотя и все равно плевались и жгли ее тело железом. Не огнем ее не сожгли, не опоганили проклятиями, не устрашили гиеной огненной. Вот она живая, статная и гордая, соболебровая, моложавая, будто тридцать минувших лет пробежала без оглядки босиком, не переводя дыхание, отчего и не успела ни постареть, ни утратить глубины своих черных глаз. Что же она ему скажет, Ефимия? Неспроста, конечно, она прежде всего навестила могилу убиенного каторжника, стояла там на коленях, придерживаясь руками в затолстущий тополевый кол и долго глядела на Боровиковскую крепость. Поклонился гостей в пояс. Спаси Христос, Ефимия Абакумовна. Гостя ответила мирским приветствием. Здравствуй, Ларион Филареточ. Не Ларивон, как все зовут. И к чему привык? А по-городчанскому. Постарел, вижу, сразу не признать. На прошлой неделе сына твоего луку встретила в улице. Испугалась. Ларивон, думаю, да чего ж похож. И борода, и лицо. Каким был ты на Ишиме? Господи, прости, сколько годов-то? В памяти и то мало осталось. Просевки до сумежья. Проходите, проходите, Ефимия Абакумовна, красной гостей будете. С богатством вас еще раз поклонился в пояс. Слышал, разбогател Михайло Таюсков в Уренхае. На всю Минусинскую округу первеющий богач. Да что ж мы, а? Просковья, привечай, дорогую гостью. Можно сказать, невесткой была, осподи. Жизнь-то окаянная, как перекрутилась. И узлов не развязать. Просковеюшка в подоткнутой юбке только что вымыла пол, в бордовой, холстяной кофте, полнеющая, круглолицая, не знала, что ей делать и как привечать гостью. Не раз слышала от батюшки Луки Ларивоныча, что Ефимия паскудная еретичка, блудница, которую когда-то на судном спросе сам сатана спас от смерти. И вдруг привечать ее? Да и как подступиться в гости в черной бархатной жакетке и в черном шерстяном платке, в невиданных ботиках и в шерстяном нарядном платье, закрывающем ботинки до носков? Слыхано ли привечать барыню? Просковеюшка, аль ты глухая, я что, я тутотка, гостю-то привечай. Да-ка, да-ка, не ведаю батюшка, таращила глаза просковеюшка и будто клюквенным соком налилась от смущения и неловкости. Стул из горницы подай, самовар ставь до угощения собери, чаем почивать будешь. Гостья усмехнулась чему-то, сказала, что не надо беспокоиться с чаем, зашла повидаться и присела на оголовок лавки, куда никто из домашних не садится. Оголовок для людей с ветра, кому-кому, а Ефимия Вакумовна известен неписанный устав старобрядчества. Ларивон Филареточ догадался и примолк. Поросковьюшка вынесла стул. Садись, Ларивон Филареточ пригласила гостя хозяина, чинно указав на стул. Посидим мирком, да поговорим лотком, коль не чужими были. Так же, так же, не чужими. Семья у тебя большая, дык, 14 едоков под едной крышей. Лука хозяйствует со сыновьями. И шо в дороге взял себе Наталью Трубину, помнишь? Старшой Луки Веденей народился в тот год, как мы место обживали. Василий, Трубина или Гребен? Да. Это друид. Варом я поиграл еще в свое время. А че, понравился друид? Медведь, что ли? Медведь снимает шкуру. Да просто можно играть и хилом, и рдд, и котом, и танком. Все четыре класса. Я пока не могу использовать эту способность. Слишком. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно больше ярости. Надо. Надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 не только в подземельях падать до лучше всего покупать камни на аукцию ну либо не изготовленная так как как тискать который надо гранять том что до этого ценная вещь я просто пока что не вижу смысла куда-то его прямо копить не знаю целка откроется конечно тыщу будет не скоро потом это будет очень там плащит рынке по девять половиной тысяч вот так далее будет еще не скоро но все равно девять с половиной тысячи попробовала собирать в один поход в ик это только полторы тысяч раз недели можно ходить если вставляешь камень то когда ты вода совершен разрушается его не достаешь заменить другим можно окей тут же не будет такой штуки вид на остальных серверах вообще мне этого делали сервер сказали не будет людей бриллиантов которые можно доставать и не будет категорий есть они это добавят смысла этого сервера вообще написание написано не должно быть вроде магазин вот этот он не подходит под то что они говорили то есть они не говорили что этого магазина не будет магазин они говорили что будет но в нем будет дано только того что ты можешь выбить тут нет от того чего ты не можешь выбить а 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 и и а а Использовать эту способность. Не, не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Нужно больше не отмести. Не, не надо ждать. Не сейчас. У меня нет на сайте. У тебя героики закрыты? Да нет, вроде. Тебе они не нужны? Да я пока с этой профой занимаюсь. Надо сделать фрост шмот. Там пригодится на цепфероне, скорее всего. Я пока не могу использовать эту способность. Слишком далеко. Сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Да, конечно, один знал, что так будет тяжко качаться на 70-ом уровне. Я пока не могу использовать эту способность. Я пока не могу использовать эту способность. Да это еще фигня. У меня два уровня осталось. Это вообще easy, считай. Просто он боится быстрее качался, чем уже здесь. Ну, я вот прокачку не люблю вообще. Прям тяжко дается. Не достаю. Не достаю. Слишком далеко. Надо подождать. Незапоротень Catal withyoک Ridge. Проектно подождать. Извиняя тем, что в doors учебные решения не мне бесплатно. Один из них полезное положение с Sh literally самым Donald Trumpом подожден. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Я пока не могу использовать эту способность. И сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. И сейчас. И сейчас. Привет, привет. Держись подальше. Кровь и гром. Возвращай. Я надо было с пула этого босса сразу отдавать. Поздно отдал, видишь. А он уже безумие кастует. Надо было раньше прям с самого пула отдавать. Жажду смерти и всю эту парашу. И криты вот эти вот. Хотя это не так важно в пятерке. В Spiele смерти и Stack. И так. Он уже безумным. А я валюх путешествую. Там реальноidades. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...